У меня сегодня много работы. Начну с обзора журнала Автолегенды и Каблука, потому что на YouTube давно просили сделай обзор на Каблук. Для YouTube я сделаю и второй видос сегодня будет. Сделаем распаковочку вот этих вот трех машинок и запустим потом на треке. Посмотрим, как они между собой поедут. Смотрите, какая прикольная Lamborghini стоит. О, красота. Много всего прикольного есть на самом деле. И вот куча наборов для YouTube и так далее, которые можно распаковывать, делать обзоры. Реально куча всего. Плюс еще набор Lamborghini вон там стоит. В общем, работы много. Надо, может быть, еще даже что-то приложить для видосика, чтобы было интереснее. Давайте, может быть, еще этот Range Rover или потом его сделаем. Сейчас подумаю, что в следующем обзоре еще делать сразу вместе с вами. Да, вот это приложим. Короче, следующее видео будет про эти машины. Ждите. Наверное, завтра выпущу. Может, послезавтра посмотрим. Сегодня сейчас сниму. Итак, обзор на Каблук Москвич ИЖ Каблук ИЖ-2715. Оригинальный кузов. Как они пишут в журнале, да? Ну, это легендарная машина СССР. Выполнена вполне качественно. Она у меня уже распакована. Мне очень нравится, как у нее передняя фара сделана, передняя решетка. Значок заводской спереди, да? Резиновые колеса, которые идут в комплекте. Давайте пока отложим в сторону. Сейчас ее дальше рассмотрим. Показываю, какой классный журнал идет с машинкой. Смотрите. Просто обалдеть. У них еще коллекса вертолетов есть. Тут все про эту машину. История создания, разные варианты. Рассетки, разработчики, как ее проектировали. Какие идеи принимались и так далее. Очень классный глянец. Краш-тест, видите, ИЖа. То есть, ну, вообще-то. Ну, конверс заводской показан. Ой, как прикольно. Смотрите, сколько много каблуков. Ай, вообще москвичи, он обычный стоит. Плакатик классный, кстати, автолегендный в комплекте. Все, кто плакаты любит, вам понравится история, опять же, создание, там, технические характеристики и так далее. Очень классные журналы идут в комплекте с этими машинами. Ну и вот сам каблучок, да? Вот прозрачные стекла, как-то без царапин, без ничего. Выполнен классно, качественно. Единственное, что у него ничего не открывается, но... В целом детализация очень приятная, хорошая. Фары, посмотрите только, как сделаны. Сделаны с любовью, можно сказать. Выхлопная труба, низ, пластик, верх металлический, тяжелый. Сейчас покажу вам, на весах включу. Потому что у нас сегодня такой будет относительно короткий обзор. Покажем еще вес вам. Так, 109 грамм. То есть такой тяжеленький, достаточно массивный. Выглядит здорово, на самом деле. Поставить такую на полочку просто одно удовольствие украшение. Посмотрите-ка, у него бензобак сделан. Как будто металлической крышкой закрывается. Детализация очень на приличном уровне. У него выполнена эта каблучка. И перед, и зад очень классная машина. Которая украчит, пожалуй, любую коллекцию вашу. Думаю, вам понравится этот обзор. Тем более, что вы давно попросили. Не забывайте писать комменты про этот москвич. Если вам нравятся обзоры на Автолегенды в таком формате, напишите обязательно комментарии. У меня, в принципе, это далеко не последний журнал. У меня есть еще, например, вот такой москвич. Я могу для вас сделать отдельный обзор на него. Если хотите, я сделаю просто... Ну, хотя бы 5-7 комментариев, то, что вы хотите. Но дополнительные обзоры на Автолегенды пишите. Я буду распаковывать для вас сделать. Всем спасибо за просмотр. Это был обзор на ИШ. А следующее видео будет вот про эту распаковку машин. И мы сделаем гонку. Всем пока. Удачи. Хорошего настроения.